А что в этом тексте было такого, что четыре года в советские времена не разрешали Марку Захарову эту пьесу поставить? Вы там понимаете, что могло бы цензоров смущать? А вот это, да? Я имею в виду, образно говоря, конечно, это было советское время. Конечно, мой герой вообще человек системы. Да, чиновник. Чиновник, человек системы, и там крыша течет у всех. Ну, мне кажется, что как раз театр – это такая зона совершенно свободная от любой цензуры. Наверное, мне хочется верить в это, да. Ну, а что, значит, у вас какие-то есть по этому поводу сомнения? Нет, я просто хочу верить в это. Вот мы до эфира говорили как раз на эту тему по поводу того, что театр – это единственное место, где нормативную лексику можно достаточно... Вот, кстати, вы так правы, что у нас такие перегибы начались в плане разрешенности всего. Вы знаете, вы сейчас абсолютно такую тему затронули. Потому что вот действительно настолько сейчас все можно, и ненормативную лексику, и все что угодно, но ведь, мне кажется, как раз главного – это исчезает главное, например. Что? А что главное? Главное, что? Да. Исчезает, вот в основном в таких постановках исчезает суть пьесы. Исчезает… Ты не согласен с этим? Нет, просто у меня есть один пример. Да, Логия. Я очень сложно относилась долгое время к новой драме, но все равно пыталась читать, что-то смотреть, и моя природа отторгала это. И я, по-моему, я начинала читать пьесы Павла Пряжка «Жизнь далась», буквально там на второй странице поняла, что это невозможно. Я ничего не понимаю, очень тяжело, потому что там высокий очень процент как раз ненормативной лексики, может быть, 80%. Так. Но когда я увидела спектакль в театре ДОК «Лауреат золотой маски», на секундочку, то я поняла, что иначе написать нельзя было, потому что только когда вот на тебя это все сваливается и давит, то, как люди разговаривают, то, как разговаривают персонажи этой пьесы, сплошь ненормативной лексикой, это действительно, это так есть. То есть, если бы там было, меньше было бы процента, либо вообще ее не было, то не было бы эффекта. А так становится ужасно страшно, ужасно. То есть, когда вы смотрите, видите эти слова напечатанными? Нет, когда я вижу это вживую, когда это исполняют, когда вот была сухая пьеса, а потом она, знаете, как вот в книжках детских вот так ожила, и вот когда у тебя вот это вдруг все практически в 3D оживает, и вот тут рядом с тобой ты понимаешь, что жизнь, она вот так вот входит, и жизнь не самая красивая, и надо что-то делать, немедленно, срочно нужно что-то делать, чтобы люди начали разговаривать по-другому, чтобы они не говорили больше таким языком. Вот это очень странно мне от вас слышать, хотя на самом деле закономерно, это такой, как бы, конфликт поколений, потому что ваш блистательный родитель, он умеет эти слова использовать так, что это поэзия, ну реально, высокая поэзия, и Гребенчукову это вот удается как никому другому. Но он не злоупотребляет этим. Это правда, это правда. Более того, это очень редко появляется. Ну зато настолько к месту, когда появляется. Я как раз не против, я как раз за, за то, чтобы были такие спектакли, потому что они очень мощно воздействуют, просто не стоит спекулировать этим, но что уж говорить, я и сама в одном спектакле говорю неприличное слово. Какое? Не буду я сейчас повторять его. Нет, не буду, да, это в поэтическом спектакле по тексту Веры Полосковой. А, ну понятно. Да, я даже знаю какое-то слово тогда. А вы, я не знаю, скажите. Мне-то точно нельзя. Вам можно, мне нельзя. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.